доброго дня добрым людям недавно мне исполнилось 37 лет ладно все это кайф тут мы все дружно посмеемся и для этого нужно ничего не нужно пускай даже и без смысла я была же мысль и надо все свои мысли записывать это вот правильно не надо так кривляться больше и это все вырежу конечно доброго дня добрым людям сегодня я хочу поговорить о жизни о швейной жизни многие знают мне недавно исполнилось 37 лет и чем не повод поразмышлять о жизни задам вам и себе несколько вопросов по ходу видео и поразмышляем с вами задумаемся и может быть вдохновим друг друга вот скажите у всех шитье неотъемлемая часть жизни я заметила что появляется чувство пустоты когда предыдущий проект завершён а новые не начат не раскроен и даже не придуман маленькая часть жизни пустует я в принципе могла бы так же есть много интересных вещей которые занимают мои мысли время на что тратятся силы но эта часть отведенная на шитье остается незаполненной и зачем мне ее не заполнять когда я могу ее заполнить это ведь неисчерпаемое вдохновение ощущение полноты и наполненности полноценности не могу утверждать что без шитья моя жизнь неполноценно но то что она приносит в мою жизнь наполненность удовлетворение довольство собой это факт как и занятия с детьми прогулки с мужем какие-то преодоления трудностей это тоже все дает удовлетворение просто шитье это еще одна возможность чувствовать вкус жизни это процесс творчества а через творчество можно почувствовать себя настоящий живой то самое чувством я могу и это ощущение ничто не заменит и творчество то есть шитье дает мне как раз именно это ощущение и второй вопрос который иногда поступает извне это действительно ли проще купить чем сшить и тут нет однозначного ответа вот давайте порассуждаем вместе ведь смотря какая цель для меня создание одежды это самореализация и ни за какие деньги согласитесь не купишь хоть частичку самореализации футболку до реализованность нет поэтому я буду шить футболку даже если эта футболка мне обойдется в три раза дороже чем бы я ее просто купила но и вопрос цены тоже он такой шатки есть футболки и за 300 евро есть футболки и за 3 евро я конечно не шью футболки такие которые стоят 300 евро но и за три евро тоже никак не получается и я в любом случае буду шить футболку даже если она мне обойдется в три раза дороже чем бы я ее купила во первых я получу удовольствие от пошива и потом каждый раз когда я буду надевать я буду получать удовольствие от того что эту футболку я создала сама во вторых я получу то самое ощущение я могу и это ни с чем не сравнимо я могу окрыляет и дает силы жить дает возможность быть счастливой и делать счастливыми окружающих людей вдохновляться и вдохновлять поэтому я очень люблю общаться с людьми которые что-то создают они приносят в мир вот свою частичку и за счет того что мир получает что-то от них они наполняются от мира я не знаю как это работает но это именно так происходит еще один вопрос который поступает извне это как можно постоянно хотеть шить почему по завершению хочется снова начинать новый проект это ведь одно и то же это же скучно тут нужен смех зрителей и давайте порассуждаем шитье это ведь разные направления поэтому тут можно наверно прям однозначно сказать что шить его это не скучно разные грани шитья увлекают разных людей кто-то прям с удовольствием придумывает новые модели кого-то хлебом не кормит дай настроить выкроек только кто-то медитирует под звуки острых ножниц которые режут ткань кого-то завораживает сборка деталей и стук машинки я например обожаю скалывать ровнять срезы стыковать швы уношусь в нирвану просто от стука машинки когда иголка прокалывает ткань монотонно методично упорно и настойчиво это прям фейерверк при пошиве возникают ни с чем не сравнимые чувства если один раз их очутишь что уже потом не слезешь с иглы скорее всего это в любом творчестве так главное найти свое и тут возникает следующий вопрос можно ли избавиться от этой зависимости нет я считаю что нет один раз вкусив этот плод уже не избавишься от тяги к нему иголки ножницы ткани проникнут в твой дом и начнут заполнять пространство сначала это будет край полки потом вся полка потом шитье вытеснит со второй полки твои вещи потом займет весь шкаф потом заполнит комнату в тяжелых случаях люди снимают или покупают помещение и это те смелые счастливчики которые от своего любимого дела получают такой побочный эффект в виде прибыли моя мама мне когда-то говорила выбирая в качестве работы то что ты любишь делать и ты никогда не будешь работать это же так просто и ведь так и есть когда от дела получаешь удовольствие то не жалко ни времени ни сил ни ресурсов и в голову не придет жаловаться что работа достала и уже зубы сводит от рутины поэтому я всем нам желаю услышать свои желания и смелости чтобы пойти у них на поводу и на этой приятной ноте когда мы уже все обсудили я хочу вам сказать до свидания и увидимся в других видео все до встречи поехали ну не поехали да короче все по своим делам прежде я хочу порадовать тех кто остается со мной до конца видео у меня было день рождения и я хочу дарить подарки поэтому у меня для вас есть сюрпризики это будет любая выкройка из всех тех выкрой которые вы видели на моем канале вышлю в любую точку мира для этого нужно внедрить в свой комментарий слово оперативно конструктивно пускай даже и без смысла все больше ничего не нужно я пойму что вы те самые люди которые смотрите видео до конца и сделаю вам приятно потому что вы делаете приятно мне через пять дней после выхода этого видео я выберу трех авторов таких комментариев мы с вами свяжемся все обсудим все решим ну и теперь точно до встречи